Все, меня видно, слышно, все отлично. Так, хорошо. Ну давайте тогда уже потихоньку начинаем, как люди есть. Добрый вечер. Сегодня я прочитаю вам лекцию, 10-ю в нашем курсе. Она будет посвящена непосредственно связям и сетям в нашем мозге. И будет рассказано, в принципе, два блока в этой лекции. Первый блок – это непосредственно Neural No-Wiling, то есть связи, биологические основы связей, как они вообще возникают, какие виды существуют, как они, собственно говоря, эволюционировали, пришли к тому, что есть сейчас. А второй блок – это непосредственно моделирование, как мы можем эти связи моделировать, как они влияют на активность. И даже расскажу немного про спакинговые сети, которые можно, в свою очередь, обучить для того, чтобы что-то предсказывать, которые будут показывать процессы обучения, которые происходят непосредственно в мозге. Начнем мы немного с того, как у нас устроен мозг с точки зрения системного уровня, как связи в нем. Связи есть, в принципе, на всех уровнях. На микро-уровне, на макро-уровне. И они увеличиваются от самого низа до самого верха. И в основном уровне связи тоже. Если брать самый низ, то там есть нейрон непосредственно, который ровеет с головной с помощью аксонов, синапсов, с помощью которых они передают информацию. Это уже рассматривалось в одной из предыдущих лекций. Соответственно, нейроны потихоньку потом, если брать уже связи повыше, уровни неких организмов, они соединяются буквально в такие большие кластера из десятков, даже сотен нейронов, представляются уже несколько различных типов. И если брать выше-выше, то у нас уже целый мозг человека получается, где они тоже все определяются связями. И то, как эти связи между собой функционируют, обеспечивают какую-то передачу информации нечто одних нейронов для других. И вообще вот такой, как казалось бы, сложный вид от самого низа до самого верха, он появился не случайно. Он появился в процессе эволюции, которая началась очень-очень давно. То есть, если брать самые первые организмы, у которых вообще появились нейроны, считается, что это были гидры. Гидры – это такие маленькие растения, которые жили в морской воде. И, в принципе, у них было только две задачи. Первая задача – это реакция на некий окружающий мир, то есть, например, на некие стимулы, то есть, там пропула рыбка рядом, вам нужно как-то реагировать, или там что-то уколола. Ей нужно съежиться, защититься от опасности. А вторая задача – это непосредственно ощущать, что есть в мире. То есть, например, пропула добыча, вам нужно ее схватить и съесть. Или же передвинуться в какое-нибудь новое место. И, соответственно, первые организмы начали непосредственно эволюционировать и вырабатывать, если можно так сказать, в выявлении нервных клеток. У них, в принципе, было только две задачи. Это передавать электрические импульсы и каким-то образом реагировать на входящие сигналы и какие-то давать команды условному мускулу, чтобы были. Все. Потом же, в процессе эволюции, они потихоньку эволюционировались, уже более сложные системы, которые возникали в червеподобных организмах. То есть, в таких вот простеньких червячках. У них уже была задача чуть более сложная. Они должны были не только реагировать на информацию, но еще и обрабатывать ее. То есть, первое, вот у вас повозет даже какая-нибудь нематода, и она уже должна определить, вот, то, что у вас лежит еда. Она съедованная или же, наоборот, ядовитая. И также уже начиналась психонку специализация ваших нейронных систем. Если у гидронервной клетки, в принципе, все были более-менее одинаково устроены, то есть, что там, фактически просто передаете нервные импульсы, что там. Ну, разница была небольшая между сенсорным и моторным. Здесь уже возникает специализация. Особенно специализация возникает в двух системах. Система первая – это непосредственно та, которая отвечает за питание рядом с их, так сказать, ртом. То, что было, потому что необходимо определять качество пищи. И, как ни странно, несмотря на то, что там нейроны были специализированы, их было очень мало. Их было фактически несколько. И вторая система – то, что уже была специализирована на этой системе, которая отвечает за примитивное зрение. То есть, да, они все равно были примитивны, но они уже отличались от других нейронов по своему строению и по тому, как они связывались с окружающими клетками и с то, как они связывались непосредственно с сенсорными некими частями. После таких уже довольно примитивных организмов наша нервная система начинает развиваться в более сложные. Например, у амфибий. У них уже на них и давит каким-то образом эволюция, на них давит конкуренция и естественный отбор. И несмотря на то, что эволюция – штука не очень умная, но она очень настойчивая. И, соответственно, начинают вырабатываться некие признаки, которые необходимы для размножения и выживания. В частности, появляется необходимость в каком-то сложном поведении для амфибий и непосредственно рыбок. Во-первых, необходимо им каким-то образом находить еду. То есть, вы уже не просто стоите на месте, ждете рядом с вами, проплывет даже рыбка, но вы уже начинаете ее искать. То есть, вы необходимо каким-то образом ориентироваться в пространстве. Вторая причина – это непосредственно вам нужно уже избегать хищников. Потому что, да, вы ищете еду, но в то же время ваша задача – не стать едой. И также уже развивается какое-то социальное, ну, конечно, очень простое, но социальное взаимодействие. Например, спаривание, соответственно, для размножения. И, исходя из этого, развивается несколько систем. Во-первых, у вас уже усложняется специализация мозга. То есть, у вас уже не просто некая мешанина из нейронов, но мозг начинает потихоньку вериться на различные субсистемы. Вторая причина – у вас развивается неокортекс. Это такая кора, которая непосредственно потихоньку сначала стоит рядом лишь с, ну, как раз с древними частями, субкортикальными структурами потом. То есть, вот если посмотреть на картинку, вот это у вас, голубенькая, это прародитель нашего кортекса, а вот это вот как раз древние системы, которые были уже у всех. И что является одним из достаточно важных моментов, у вас появляется система наград от того, что вы выполнили какое-то хорошее действие или же, наоборот, плохое. То есть, вы там поймали рыбку, скушали ее, а она оказалась вкусной и не совсем токсичной для вас. Оп, у вас появляется награда, и, соответственно, ваши связи в мозге в определенных местах усиливаются. Следующий уже этап эволюции – это примитивные приматы. То есть, да, безусловно, они еще не дошли до такого уровня, как у тех же людей, и даже не дошли до уровня, но, например, самые-самые первые появившиеся приматы, они уже развивают мозг отчасти похожий на нас. И у них появляется несколько важных систем. Во-первых, появляется чувство запаха, потому что приматы, когда они жили, они достаточно сильно приходилось им полагаться на чувство осязания, на, собственно говоря, обоняние. Для того, чтобы чувствовать переменную погоду, для того, чтобы чувствовать обоняние, в тех же социальных взаимодействиях они участвовали. Во-вторых, приматы и наши предки, они очень сильно полагаются на зрение, на то, что вы видите. Засел ли там тигр где-нибудь в кустах, где у вас там плод висит в ветках, где, наоборот, вы там можете найти воду. И, соответственно, у вас опять увеличивается визуальный кортекс или же зона, который не ответственен как раз за обработку визуальной информации. Безусловно, третий, также очень важный момент, у вас социальные взаимодействия усиливаются практически уже до довольно примитивных, но все-таки части сложных взаимодействий. У вас появляется стая, появляется понятие такое, как вожак, появляется относительно спаривание между животными, сложное воспитание детей. И это отвечает за развитие очень сильного уже краскары, в которой как раз, поскольку это является самой новой системой, она отвечает за как раз работу всех этих систем, появившихся в процессе эволюции. За то же самое чувство, за те же самые социальные взаимодействия и за очень сложные моторные рефлексы. Например, мелкая моторка, когда вы там шнурки завязываете или что-то заштопываете, это как раз отвечает на моторный карм, мелкие рефлексы и моторные взаимодействия. И вот в процессе эволюции мы развились до мозга, того, который есть сейчас у всех у нас. Особенностью мозга человека является то, что, во-первых, у вас очень большой объем занимает непосредственно кора. И в принципе в коре расположены все системы, которые отвечают за мышление, за эту сложную личность. Во-первых, здесь существует фронтальный карм, который отвечает за все наши эмоции, за сложные эмоции и за принятие решений. У вас существует моторный карм, который отвечает за ту же самую мелкую моторику, за движение рук и за ориентацию части пространства. У вас есть сенсовая моторная карма, которая отвечает как раз за восприятие информации извне, то есть за те же тактильные ощущения и так далее. И очень важный момент является то, что, во-первых, они очень сильно специализированы. И все специализации, в связи с специализацией, у вас есть различные типы нейронов, различные типы связей в нейронах, различные типы, безусловно, взаимодействия всех этих клеток. Например, процесс нейрогенеза, он возникает, в принципе, буквально в паре мест мозга. И клетки путешествуют из нашего гипоталамуса к другим частям, когда необходимо установить, например, какие-то повреждения. И вот эта специализация, несмотря на то, что кажется, вот как так, хочется обрабатывать тратную информацию, в то же время она может быть и полезна. И вообще, несмотря на эти многие-многие миллионы-миллионы лет эволюции, у нас в мозге остались некоторые части от наших предков, которые нам достались, и они обладают своей достаточно примитивной структурой. То есть там очень простые связи, очень простые сами по себе нейроны. Как раз вот из-за того, что в процессе эволюции они не очень сильно менялись. Ряд-таки и лего-секон. И одним из примеров таких связей является лимбическая система. Лимбическая система – это кросталамус, гипоталамус и амигдала, так называемое тело. Они отвечают за базы какие-то рефлексы, которые были выработаны, которые, точнее, появились в самом начале эволюции, потому что они были необходимы для выживания. Одним из этого примера является контроль базовых каких-то инстинктов, настроения. Например, чувство страха. Потому что когда вы видите хищника, вы чувствуете страх, и вам нужны для того, чтобы убежать. Выработка адреналина и норадреналина, опять же, для того, чтобы усилить вашу скорость бега или же там силу драки, когда вы убегаете, сражаетесь от хищника, охотитесь. Также он контролирует такие базовые физиологические процессы, вроде сердцебиения, вытеления и других физиологических процессов. И на самом деле есть такой любопытный факт, что гипоталамус, несмотря на то, что у него есть такие базовые инстинкты, он реагирует на некий недостаток социального взаимодействия. Например, согласно некоторым исследованиям МРТ наблюдается уменьшение его размеров в случае, когда у вас недостаток социального общения. Например, когда вы очень много не общаетесь с людьми, у вас уменьшается. Это наблюдается, в частности, у полярников, которые проводят, например, год или даже больше в экспедициях, соответственно, их круг общения лимитированных. Также наблюдается уменьшение и снижение активности гипоталамуса непосредственно в случае хронической депрессии, когда у вас наблюдаются такие кинетивные симптомы, как, собственно говоря, подавленное постоянное настроение, апатия, тревожные мысли. И все это ведет в деградации, нейрональная структура, уменьшение количества связей. И вообще, на самом деле, депрессия бывает очень плохой пищей, и хроническая депрессия – это очень грустные и жутки. Вообще, несмотря на такую какую-то свою очень сложную структуру, казалось бы, куча связей, какие-то специализации, мозг может выдерживать очень повреждения, казалось бы, критичные, которые должны вести к смерти. Например, существует такая ситуация, такая история, некого Финиса Кейджа, если не ошибаюсь. Эта история произошла в 19 веке, если не ошибаюсь, в 1850 каком-то году. Он был в рабочем на стройке, и, к сожалению, произошла авария, и его голову, его череп прошила металлическая труба, металлическая палка такая. Причем пришла она абсолютно насквозь через весь череп. Вы можете посмотреть на некую реконструкцию того, что тут есть череп, вот эта серенькая, это непосредственно металлическая труба. Она прошла через череп, вот здесь прошла по краю, как раз, если помните, фронтальной коры, и он выжил. Даже более того, он не испытывал никаких идеологических непосредственно проблем с этим, но у него появились когнитивные искажения. Во-первых, у него начались проблемы с настроением, то есть он не мог его контролировать, оно постоянно менялось, начиная от некой агрессии и заканчивая любовью к окружающим. Во-вторых, у него начались проблемы с плохими привычками. Он начал пить алкоголь в огромных количествах, контролировать себя. Он начал играть в азартные игры, то есть впосредственно пытаться стимулировать каким-то образом свою систему наград. И он начал также избивать свою семью, что за ним не наблюдалось раньше. Ну и безусловно, у него начались проблемы другие, это же более когнитивного высокого уровня. У него начались проблемы с планированием будущего. И, казалось бы, планированием будущего – это не то, что я пойду в университет программисту, еду в Google, а планирование даже довольно базовых вещей. То есть вроде того, что нужно с утра сходить умыться, или вроде того, что надо бы, не знаю, там что-то подготовить к вечеру. Соответственно, уже даже вот такие, казалось бы, кратенькие промежутки его времени человек уже перестает планировать на этот месяц. И вот повреждение мозга, оно не привело к смерти, в то же время оно привело к серьезному когнитивному уже. Это поражение. Вообще, когда, рассмотрев эволюцию, хочется понять, как это все устроено непосредственно на базовом уровне и поднимаясь повыше и повыше. Соответственно, вы уже в одной из первых, во многих предыдущих лицах рассмотрели сами нейроны, как они устроены. И вообще, знаете, что у них есть синапсы, с помощью которых они связываются, точнее, в случае аксонов, с помощью синапсов они общаются. И вообще, вот у нейронов фактически есть два вида основных связей. Первое – это accessory, то есть возбуждающие связи. А второе – это nefibritory, то есть тормозящие связи. И фактически тормозящие связи, они, соответственно, говорят нейрону, что тебе активироваться больше не надо в ближайшее время и понижают его потенциал. А возбуждающие связи, наоборот, они передают сигнал и говорят, хоба, а ты, паренек, давай, активируйся. Необходимо, чтобы ты передал этот сигнал дальше. И в качестве примера рассмотрим некие изменения во времени и потенциалов трех нейронов. То есть вот у нас на слайде показан синенький нейрон, то есть постсинаптический нейрон. А вот зелененький нейрон – это нейрон, который соединен с ним, разбуждающий связью, и красный, который возбужден с ним быстреественно тормозящей связью. И вот на слайде показаны изменения во времени и потенциалов всех этих трех нейронов. Вот сначала возбуждающий нейрон спайкнулся один раз, вот этот сигнал пришел к постсинаптическому нейрону, у него потенциал немного повысился. Потом возбуждающий нейрон спайкнулся два раза, потенциал постсинаптического нейрона поднялся сильно, оп, превысил некий порог, и потенциал упал. Спайкнулся, и потенциал упал. начал продолжаться дальше. Где-то уже в середине, наоборот, тормозящий нейрон начал активироваться, и потенциал на возрастном посинаптического нейрона падает. Если посмотреть ближе к концу, несмотря на то, что наш возбуждающий нейрон спайкнулся два раза и передал сигнал посинаптического нейрона, он все равно не преодолел порог. То, что тормозящий нейрон как раз тормозит реактивность, и за счет этого спайк у посинаптического нейрона не возникает. И вообще у каждого нейрона бывают тысячи связей. Даже у некоторых, можно сказать, что бывают десятки тысяч. И казалось бы, что несмотря на такое кратенькое связи, за счет комбинаторного взрыва у вас должно появиться бесконечное количество паттернов и шаблонов. Но даже несмотря на то, что во всем математику, оказывается, что они все равно можно найти некие шаблоны, которые повторяются фактически во всем мозге, во всех отделах и во всех топологиях. Начиная от довольно простых фитфорвард связей, фитфорвард возбуждения и торможения, то есть простенькая связь А, которая фактически, ее задачей является передачей сигнала от одного нейрона к другому. То есть вот он спрашивал спайк от нейрона А, он пришел к нейрону Б, возбудил нейрон Б и у нейрон Б отправился так вперед, если это получилось. Бывает также фитфорвард ингибица. Это когда у вас один нейрон тормозит другой фактически своей активацией. Но в то же время бывают еще и очень сложные связи, которые состоят из нескольких типов нейронов и не то, что нескольких типов, но нескольких видов соединений. Например, многие к одному, как в случае Б, или же один к многим, за счет того, формируются, а с передачей сигналов сразу ко многим. Бывает лутеральное торможение, когда у вас нейрон тормозит, казалось бы, свои окружающие нейроны. Бывают еще и регурентные связи, а и бывают еще и такие странные связи, которые, казалось бы, зациклены. Они должны другую руку тормозить, но у них есть свое применение. Рассмотрим пару примеров того, как эти связи, соответственно, у нас возникают в нейронной системе. Пример первый – это как раз самые простые. Фактически у вас здесь есть два вида. Это фитфорвард возбуждение и торможение. То есть рассмотрим такой, казалось бы, простой неврологический тест, который, наверное, уже проходили все из нас. Это когда вы приходите к врачу, к неврологу, и вам стучат под коленку резиновым молоточком. И, соответственно, нога у вас должна дернуться. Фактически здесь связь очень простая. Под коленкой у вас находится специальный сенсорный нейрон, который передает информацию уже в вашу нервную систему по фитфорвард возбуждающей связи. Вот здесь показано зерененькой. И сенсорный нейрон передает их. И здесь же эта связь делится на две. И в свою очередь она соединена с нейронным экстенсором. То есть нейроном, который отвечает за непосредственное напряжение от вашей мышцы ноги. И когда он подходит к ней, по синенькому нейрону передается связь в мышцу, мышца у вас напрягается, нога поднимается. А в тормозящей связи все чуть-чуть сложнее. Вот зеленый нейрон у вас в зеленую связь передает сигнал в интернейрон. Это нейрон внутри. Фактически его, в данном случае, задача создать небольшую задержку передачи сигнала. Интернейрон передает уже в непосредственно возбуждающий нейрон. И возбуждающий нейрон говорит мышцу, чтобы все. Хватит спайкаться, и время тебе останавливаться. Такая простая связь обеспечивает один из базовых нейтрологических механизмов, которые наблюдается у людей и вообще у других шиванков. Если рассмотрим чуть более сложную связь, уже латеральное торможение, тогда вот, если смотреть на схему, у вас есть один возбуждающий нейрон, он в свою очередь передает сигнал тормозящим нейронам, и тормозящие нейроны соединены с его соседями. Немножко странно, и так сразу, по крайней мере, непонятно, зачем это нужно. Связь очень важна непосредственно для зрения, и выполняет она роль усиления восприятия границ. Представьте себе такую ситуацию. У вас есть некая, скажем, некая, ну, не пятно, а некая такая картинка, где у вас есть белый и серый сигнал. Вот, например, здесь, можно сказать, суперер, посмотреть. Здесь голубенький только, а здесь голубенький. И фактически, потому что они константные, у вас уровень яркости будет один и тот же. Это просто будет резкий перепад между двумя платом. И в случае нейронов у вас то же самое. Вот у вас поступает непосредственно яркость к каждому нейрону. Каждый нейрон просто в качестве своего выхода передает практически тот же самый сигнал, то, что я к нему пришел, если бы это было обычным форумом возбуждения связи. Но, поскольку здесь у вас латеральное торможение, связь чуточку сложнее. Каждый нейрон соединется со своими соседями и немного тормозит их. То есть, немного, условно говоря, понижает их сигнал. И за счет этого, посмотрев на некую итоговую картинку, мы увидим, что да, итоговый сигнал стал чуть ниже. Да, мы увидим резкие и гораздо большие перепады, уже не просто два платона, на границе этих яркостей. Как раз вот за счет вот этой границы, за счет вот этой латеральной тормозящей слезы, возникает такой эффект. Потому что как раз восприятие границ является одним из важных моментов в зрении и восприятии движущего мира. То есть, опять же, например, вы смотрите в лес, там листва, и вы хотите увидеть некий перепад между, например, деревом и, не знаю, хищником, между деревом и просветом. Или же, например, вы идете и хотите увидеть, где у вас находится озеро в воде. И как раз это восприятие границ между различными поверхностями является важным в процессе понимания того, что происходит вокруг вас. Но вообще у нас, собственно говоря, здесь были рассмотрены связи из нескольких нейронов. Буквально 3, 4, 5 или даже латеральную тормозящую связь там буквально 10 нейронов. Но, соответственно, мозг нашего человека, да что уж говорить про нас, даже мозг простейших тех же червей или же нематод устроен гораздо сложно, гораздо сложнее. там есть десятки разных видов нейронов. Там счет нейронов идет даже самых простейших на сотни. Там есть различные входящие и исходящие связи. И вопрос в том, как они устроены. Давайте тогда посмотрим на простой пример нематод. Нематод вообще является одним из основных модельных организмов нейронологов и вообще в биологии. У него есть несколько интересных причин. Причина первая, это очень малое число клеток и собственно говоря нейронов, которые идет непосредственно общее число клеток идет на тысячу, а число нейронов всегда одинаково. Ровно 302. У собственно говоря женских, мужских и вообще-то и у гермафродитов особей. То есть вы можете всегда посчитать количество нейронов и оно константно. И за счет этого вы можете картировать весь ваш конактон. То есть вы можете различные виды стимулов оказывать различным образом, резать и менять связи, различным образом даже генетически менять нейроны, и вы можете точно узнать, какая у каждого нейрона является функция. И, собственно говоря, процесс построения устройства, аниматоды, коннектомов, довольно простой. Есть фактически 4D-нейроны. Есть некие сенсорные нейроны, которые отвечают за вход извне, за восприятие мира. То есть, когда ползет червячок, аниматод, и бац, стукнулся обо что-то. Значит, сюда больше ползти не надо. Есть интернейроны, которые отвечают как раз за восприятие процессинг информации, за ее обработку, потому что у вас информация бывает немного разной. И есть большое количество моторных нейронов. Моторные нейроны отвечают как раз за воспреждение мышц, за их работу и за различные конформации, средства аниматоды, чтобы ей можно было хорошо как-то двигаться в пространстве. И вот также очень четко известно, где все эти нейроны находятся. Если посмотреть на нее, у нее непосредственно большое скопление сенсорных нейронов в двух частях, голова есть. Моторные нейроны у нее непосредственно находятся по краям для того, чтобы быстро передавать сигнал к мышцам. А непосредственно интернейроны, они находятся между сенсорными нейронами, то что с одной стороны, что с другой. Как раз можно выстроить небольшую такую иерархию, как здесь показано на графе. Сенсорные нейроны перенимают информацию, передают ее непосредственно интернейронам, интернейроны ее обрабатывают и говорят уже музыкалу, что делать. Например, съесть эту, не знаю, еду или же куда двигаться. И непосредственно различные виды активации нейронов проводят к различным, собственно говоря, и видам того, как нематода может двигаться. Она может принять различные формы и ползать по любому направлению. Но вообще, когда мы говорим про нематод, это, конечно, весело, но это все-таки обычные червячки, простейшие. Ну, простейшие, но все же. И хочется понять, как устроен человек. Потому что хочется ей лечить болезни. И вообще интересно, как так человек все-таки вне своей природы, как работает наше сознание. И у человека очень ярко выражена специализация. То, что я говорил. И одним из примеров этой специализации является устройство, так называемые, критикальные колонки, которые находятся непосредственно в нашей коре. И одним из ярких таких представителей являются колонки в визуальном, непосредственно визуальной области. И они отвечают за обработку визуальной информации. Их прежде всего является очень четкая иерархия непосредственно передачи вот этого визуального стимула к мозгу и дальнейшим частям. Например, здесь иерархическая структура. У вас где-то 100-110 нейронов объединены в микроколонку. Каждый нейрон реагирует на один очень-очень простой стимул или очень простую такую фичу окружения. Например, на простой градиент. То есть у вас есть светящаяся палочка, вы ее проведете, у вас один нейрон начнет спайкаться или же несколько минут для того, чтобы точно получить этот стимул. Каждая мини-колонка реагирует уже на более сложные стимулы. То есть теперь на некие вимодальные градиенты. И потом уже вот эти критикальные колонки, мини-колонки, они объединяются в одну большую. И в то же время они уже начинают реагировать на некие более сложные стимулы. Например, на какие-то простые формы. И уже вот эти формы уже передаются каким-то образом, обрабатываются вместе и начинают совсем сложные некие объекты распознавать. Ну вообще звучит на самом деле прям как нейронные сети. Тех же конвалиционных, то есть если вы смотрели цивилизацию этих конвалиционных блогов, там и логичная ситуация. У вас изначально на первых слоях очень-очень простые фичи, там те же самые повернутые градиенты. И дальше у вас уже начинаются различные веселые вещи. В самых последних слоях совсем уже комбинации непонятно от чего. Особенно с перчиками, с отретью, с рыбками. Весело. Вообще, казалось бы, эволюция, она была, эволюция должна к чему-то интересному привести. Но иногда бывают очень странные ситуации. И несмотря, по крайней мере, на первый некий наивный взгляд. И опять же, иллюстрацией этой ситуации является визуальная кора. Во-первых, она располагается не спереди, а располагается сзади, с затылочной области. Во-первых, это первая странность. Во-вторых, у вас области, точнее не области, а стороны перепутаны. То есть у вас, например, восприятие правого глаза идет в левую часть коры. Восприятие левого глаза, наоборот, идет в правую часть коры. Почему стороны перепутаны, до сих пор, в принципе, по крайней мере, я точно не знаю. Но почему так сделано, почему такое большое расстояние, если, казалось бы, информацию нужно обрабатывать там, где она получается, по сравнению с глазами. Есть объяснение того, что потихоньку у вас непосредственно богатость, такая основная информационная ричность информации, глушалась. То есть, когда вы были в простейшем, то есть, когда там был, по-моему, наши предки древние были еще плавали в воде, они должны были обрабатывать только самую-самую простую, проходящую информацию. Например, там у вас лежит раковина, просто такой-такой кругляшок со спиралькой. Там у вас лежит, не знаю, там водоросль растет, такая просто зеленая, вытянутая штука. И чем дальше эволюция, тем сложнее эта информация становится. Уже вы там должны были распознавать не просто водоросли, а какое-то там дерево с фруктами. То есть, распознавать не просто дерево с фруктами, но там тигры отличить от, не знаю, от зебры. Это уже становится более сложным. Соответственно, у вас потихоньку все это эволюционировало, эволюционировало, и все дальше-дальше-дальше отходило. И, соответственно, во-первых, у вас нужно было большое количество самих нейронов и связей, чтобы обработать информацию. А во-вторых, ну, банально все просто нарастало и нарастало. Вот, казалось бы, такая эволюция. Казалось бы, это должно быть просто, но иногда бывает очень странно себя ведет. И вообще, то, как у вас формируется сеть, она формируется не случайно. Есть такое очень простое правило, которое было выведено еще давно ученым Хэбом. То, что нейроны, которые одновременно активируются, они, собственно говоря, одновременно и связываются между собой. Чем чаще вы одновременно активируетесь, чем сильнее будет связь между вами. И вообще, это, кстати, было логично, потому что если, ну, просто такая одновременная спайка, то наверняка есть рядом какая-то связь. И у этого феномена, вообще в деталях, скорее всего, будет рассказано одно из следующих лекций, где будет посвящено как раз рост функционов. И вот у этого феномена есть такой достаточно интересный пример. У детей и вообще взрослых существует болезнь, которая называется lazy eye, когда у вас один глаз с трудом двигается и, как следствие, там не хочет фокусироваться, мышцы плохо работают и, как следствие, он плохо видит. И это ведет к той проблеме, что у вас деградирует соответствующая часть визуального коры. У вас там мало синусов, мало нейронов, мало связей, и можно вообще полностью на него слипнуть, особенно в старшем возрасте. И для детей, наверняка кто-то из вас это видел, есть очень простое лечение. Вы берете и сильный глаз заклеиваете, то есть укладываете эту повязку, для него, чтобы он не видел. И ваш мозг начинает форсировано адаптироваться к изменившейся реальности. У вас сильный глаз не видит, у вас больше нет никаких стимул. И, соответственно, нужно по максимуму использовать всю информацию, то, что приходит от единственного имеющегося источника, от сильного, от слабого глаза. И значит, у вас необходимо и выращивать, и тренировать с вами мышцы глаза, чтобы у вас глаз мог фокусироваться. И непосредственно за счет пластичности формировать новые аксоны и формировать новые нейроны для того, чтобы у вас возникли новые связи, и можно было обрабатывать информацию. И это видео, такое лечение, казалось бы, очень простое. Всего лишь блокировать информацию от сильного глаза ведет, во-первых, к появлению новых связей и к изменению всей структуры в сети. Казалось бы, так просто работает. И для того, чтобы вообще изучать, то, как у вас происходит, то, что формирование структуры, формирование связей, просто, говоря, используется имиджинг. Одним из самых базовых методов – это микроскопия. То есть, когда вы берете того же самого нематоду, нарезаете на маленькие кусочки и изучаете под микроскопом. То есть здесь, в качестве примера, можно посмотреть на вот эти примеры микроскопических картинок. Как, собственно говоря, нематода, разрезанная и изученная. Вот здесь у вас есть что-то там внутри, и вот здесь непосредственно ваши нейрончики, связи и так далее. То есть вы берете огромное количество картинок, каждые срезы все, каким-то образом находите там связанные компоненты с помощью определенных алгоритмов машинного зрения, сами обычные связанные капитеты, скорее всего, работают, и по нему восстанавливаете ваш контакт. Безусловно, для этого нужно огромное количество картинок, то есть там иногда даже несколькими сотнями, но скорее всего тысячи, это все очень такой кропотливый процесс. После этого вы можете воспроизвести абсолютно весь контактон и нематоды, начиная с туля, и картировать ее вот таким вот образом, а потом уже изучать, как хотите. Например, строить модель и смотреть на что, как они реагируют различными. Но вообще проблема вот этого метода заключается в том, что он снимает только эстетичные данные. А когда у нас есть нейроны, нам всегда интересно, как они взаимодействуют между собой, как у нас там бегают сигналы. Какие там два нейронных трек, как одновременно спалькулись, а как у вас изменяется структура, если она вообще происходит к ее изменению. И для этого необходимо использовать более сложные методы, а именно необходимо вживить непосредственно прямо в черепу, или даже иногда прямо в кору, специальный микроскоп. Вот есть в качестве примера видна несчастная мышка, которая сконетично показана, как вживляют специальный микроскоп. Точнее, микроэндоскоп в данном случае, который светит и видит нейроны, как они изменяются. Видно будет, если их подсветить специальному реагенту, как они активируются. И с помощью этого можно получить, во-первых, записи высокого разрешения, зависит от того, насколько хороший у вас микроскоп. Во-вторых, что самое важное, это данные непосредственно, которые будут получены в процессе активности. То есть в процессе некоторых тестов, как у вас там мышка может учиться, она может бегать по лабиринту или же реагировать на определенные награды, то есть там будет сладкую воду, или же, например, на соленую воду. Как будет изменяться активность вашей нейронной структуры в процессе этих стимулов, в процессе обработки различного вида информации. Хотя здесь есть минус. Самый большой минус заключается в том, что необходима операция. Операция непосредственно выживления невозможна, когда мы хотим исследовать, во-первых, людей по этическим причинам, потому что эта операция, она зачастую необратима и, к сожалению, иногда бывает фатальна для животных. И просто физически, просто с точки зрения структуры. То есть вы вживите, конечно, человек может вживить маленькую камеру, но с помощью нее достаточно не будет снимать. Хочется либо у человека заснимать сразу весь мозг, либо какие-то определенные части. И для этого исследования приходится комбинировать два метода. То есть первое, это, конечно, активность во времени, который был рассказан на одной из предыдущих коллекций. А второе, это как раз необходимо поймать и изучить, как у вас встроены структурные все аксоны, и для этого применяется diffusion-tronograph imaging, то есть дефлюзионная томография. И она показывает у вас, как расположены волокна белого вещества мозга. Плюс он является то, что вы получаете высококачественный, высококачественные данные с хорошим пониманием того, где у вас, что находится, как у вас связаны различные области. Минусом является то, что это фактически довольно обосредованное на самом деле исследование, и поскольку оно меряет только самое белое вещество, оно, к сожалению, не всегда дает верные результаты. Например, оно очень плохо оценивает связанность между различными глушаниями мозга. И вообще это фактически аксоны, и оно такое довольно обосредованное. И вторая проблема в том, что оно, к сожалению, статичного времени. Вы не можете посмотреть, как у вас, например, бегает спина. Вам необходимо комбинировать два вида, как минимум, точнее два, для того, чтобы получить информацию по времени. Ну, то есть, опять же, понятно, что у вас есть некие связи в голове, и вопрос в том, а зачем они нужны? Зачем мы их изучаем? У нас там есть нейроны, а зачем нужны непосредственно связи? И вообще они отвечают за два вида, собственно говоря, за два вида, за два явления в мозге. Первое – это передача данных. То, что у вас по связям, по аксонам проходят электрические сигналы, которые являются основным методом передачи информации от нервов к мозгу, от мозга к нерву, от команды. И это все является электрическим сигналом. Переде помахать рукой вам необходимо, чтобы у вас был нерв, который передаст вот эту команду от головы к руке. Вы там голодно, необходимо, чтобы у вас там был нерв, который передаст непосредственно на пустующий сигнал. А у вас там чешется пятка, опять же, надо подождать, пока у вас придет от пятки к голове. И второй, ключевой такой момент, это непосредственно обучение наше, потому что топология наших связей, и количество их, и плотность, они как раз показывают и часть-часть их коррелированы с уровнем обучения. И это заметно не только в биологических системах, но это заметно и даже в искусственных. Например, посмотрим на количество связей у одного нейрона в наших базовых методах машинного обучения. То есть, например, вот здесь цифрами показаны методы машинного обучения, начиная вот от простых совсем нейронов Розенблата, у 10-го это тоже японская машинка, которая была супер давно придумана, и вот до Google нет седьмого, девятого области. И количество связей в зависимости от методика. И вот, соответственно, по самой лекси показаны такие пазлы модельные организмы. Это, во-первых, мушка, фруктовая – это мышка, и кошка, и человек. Ну, конечно, и набор людей того существа. И вот видно, что, к сожалению, даже современные какие-то, казалось бы, модели, которые там какие-то абсолютно гигантские, которые GPT-3, 4 тысячи карт они их учили, и вообще просто какой-то ужас, и непонятно, как использовать при преподных задачах, они все равно, к сожалению, пока не дотягивают по своему количеству связи, количество нейронов даже в окошке. И, к сожалению, это до сих пор даже не дошло до уровня человека. И, несмотря на какие-то мощности, они все равно показывают, что некий объем возможный, предельный, если можно так сказать, еще не достигнут. И вопрос в том, как это можно достигать, как это можно, он сейчас прорабатывается, и мы даже чуть позже про это поговорим. Отчасти, почему так оно все есть. Вообще-таки какие-то примеры, как у нас влияет наша структура на креативные функции. Первый пример, это довольно рабостный, это некая потеря связи, потеря аксонов в случае травмы. Уже был показан на самом деле пример, в самом начале, когда, казалось бы, практически прошила череп, почти назвать железная труба, но в случае потери аксонов у вас, если говорить более обобщенно, у вас есть несколько видов нарушений мыслительной функции. То есть, первое, это, например, проблема с памятью. У вас были потеряны или у пациентов некие аксоны, у вас нарушили связи между нейронами, и у вас нарушились ассоциативные ряды, и, как следствие, вы уже не помните ничего. Одним из таких клише является, как в сериалах, это видно, стукнулся головой, и все, амнезия и прошлое, не помню, можно сказать, еще несколько сезонов. Во-вторых, у вас нарушается баланс возбуждения и торможения. Это физиологическая проблема, которая выражается на эпилепсии. То есть, вообще, эпилепсия – это как раз то, что у вас нейроны постоянно возбуждаются, и даже какой-то шум, казалось бы, абсолютно ненужный стимул, который там пришел, он может породить волну активности, которая будет идти по всю мозгу такими волнами, туда-сюда. Поскольку у вас нарушен баланс возбуждения и торможения, этого она не сможет остановиться. И, например, это связано с повреждением как раз те же постнорогические эпилепсии. Вот, например, в случае травмы вы потеряли, до этого у вас было, скажем, 100 возбуждающих, 100 тормозящих нейронов, вы потеряли 20 тормозящих, 20 возбуждающих, 50 тормозящих, то есть у вас нарушен баланс, и все. Вы там увидели какую-нибудь вспышку, вперед, эпилепсия возникает. Ну и также следующая ситуация это мигрени, то есть обычная головная боль. Но вообще, если взять другую такую крайность, это то, что когда у вас слишком много связей, это тоже плохо. В качестве примера может являться многочисленный спектр аутических нарушений. У детей с аутическими нарушениями было замечено, что у них увеличен объем мозга. Причем увеличен он фактически от самого рождения и до как раз до пубертата, до среднего возраста до 16-18 лет. И вот это все изменение, вот казалось бы, хорошо, много нервов, много связей и все, вперед, выращиваем сами гениев, они, к сожалению, ведут к плохим эффектам, к плохим последствиям. То есть один из них это то, что у вас мозг фактически не может там обучиться. То есть у вас слишком много связей, у вас часть сигнала, что передается банальный шум и у вас не возникают устойчивые связи, которые необходимы, например, для корректного социального общения и для прочих взаимодействий неких, но уже единственное исключение, что в основном некие высоковременные взаимодействия. То есть опять же те же, социальные, эмоциональные и возникают зачастую еще проблемы с обучением и фиксация на одно и то, что мысли передается. И то есть вот показывается то, что у вас и обратная сторона, когда у вас слишком много нервов, слишком много связей, тоже является плохим для восприятия организма, для ума и вообще для здоровья тоже. Так, это было немного про диалоги, немного про связи и есть ли у кого-нибудь вопросы насчет этого блока. Хорошо. Теперь мы с вами рассмотрим вычислительные модели. Вычислительные модели мы будем рассматривать, то, как у вас связь есть и вообще первый вопрос, зачем они нам нужны. То есть, казалось бы, зачем нам моделировать наши нейроны, если у нас есть глубокое обучение, если у нас есть модели отдельных нейронов. Есть ответов несколько. Во-первых, у нас человеческий мозг, он до сих пор является неким превосходящим в достаточно большом количестве мышления. То есть, например, тот же RL, к сожалению, не всегда побеждает человека. То есть, альфа-го это круто, но задача с чуть большим планированием он проваливается. В те же стратегии до сих пор тяжеловато играть. И в ту же доту, кстати, до сих пор нормально не учились. проблемы. Вторая проблема, второй момент это то, что все-таки заболевание является очень часто симптомами проблем обучения. Те же расстройства аутического спектра, расстройства аутического спектра, те же проблемы вроде альцгеймера или альцгеймера, это как раз существует нарушение не отдельных нейронов, но связи между ними, как они между собой общаются, и нарушение той же самой функции обучения. И третий очень важный момент, это то, что мы используем то, как обучается мозг, используем биологию, можем получить вдохновение для наших алгоритмов машинного обучения. То есть, например, тот же самый факт, что у вас все эволюционные сети, вообще то, как у нас работают, он отчасти был вдохновлен как раз экспериментами с раннейшими 60-х годов с тем, как у нас работает визуальный экран. То есть, и, например, визуальный кримус та же самая ситуация, то, что происходит в эволюционных и общедливых сетях, то, что у вас есть иерархия информации. Информация сначала продается сложная, потом обрабатываются какие-то простые фичи, фичи сложные, и так далее, и так далее, до полной классификации. И, как следствие, это один из только примеров. Что делать, например, с тем, как мы обучаем виральные агенты, когда у вас система вознаграждения тоже отложена, и как у человека. И, может быть, здесь можно найти дополнительное вдохновение, или же система, где у нас много шума, или же система, где у нас происходит красивый дисбаланс класса. При этом, человеку достаточно показать зебру один раз, и он поймет, что это зебра, если вы ее больше никогда не любите. А тем же самым сетку он зачастую с этим приходится сложно бороться, там, человек как фейсы, много всякого всего для проблем с имбаланс классом или же с редкими классами. Сделаем небольшой шаг назад, и вспомним, как у вас вообще моделируется отдельный нейрон. Вообще, в принципе, смотря на то, что у вас нейронов в различных моделях довольно много, тоже ликки, интегрэйт файр, даже модель Юшкевича, даже модель Вус анакована, они, в принципе, все имеют под собой некую единую структуру. То есть у вас есть потенциал, то есть потенциал мембраны, куча каких-то возможных каналов, и можно его задать изменения в состоянии, как сумма некой внутренней динамики и внешней. То есть то, как у вас нейрон меняется сам по себе, то есть как у вас например спадает потенциал мембраны до некого базового уровня, лишь наоборот поднимается, если у вас рефракторный период, и некий внешний стимул. То есть пришли все сигналы от внешних нейронов, с которыми они соединены. И все это в принципе общее для почти всех моделей. И если посмотреть вот здесь например на картинке, вот у вас есть некий потенциал, вот здесь в сервере такими черточками с палочкой в даштлайне показано, как у вас приходят спайки другие, вот у вас изначально пришел спайк, а потенциал поднялся, пришел шейтин спайк, опять потенциал поднялся, пришел в несколько спайков, а нейрон ваш тоже активировался в рефракторный период и вот он пришел в даштлайне. И в принципе можно сказать, что у всех нейронов их можно вообще представить как такую некую единицу абстракции, абстрактную чувствительную единицу, в которой все внутренние состояния издаются только с помощью одной переменной, это с помощью потенциал мембраны. Потом второе слово, когда у вас потенциал пересекает некий пороговое значение, у вас нейрон спайкается, они же активируются, ну и второе, то что у вас все входящие и исходящие сигналы для нейрона можно создать некими последовательностью спайков. И когда у нас уже появляется такая абстракция, когда у нас и в принципе все остальное задается, вся динамика и прочие случайные вещи задаются самым моделью нейрона, то что у вас есть, которое вы выбираете. И когда у вас уже есть вот эти все некие, когда вы представляете нейроны в виде абстрактной единицы, можно сказать таким языком, что у вас у всех нейронов и у всех моделей один тот же интерфейс. И теперь мы можем взять и соединить их всех в сеть, и которые уже потом каким-то образом все эти нейроны относительно независимо друг от друга взаимодействуют и передают просто информацию друг другу. А уже что там происходит у вас с другими, это не так важно, главное, какую информацию вы передали, что происходит внутри, это дело в самом модели. И, например, представим себе такую очень простую ситуацию с ликой интегратики файр моделью, где у вас есть непосредственно один нейрон, который там суммирует вся куча этих сигналов, у него потенциал меняется таким образом, у него также есть непосредственно некий сброс этого потенциала, где он резко падает, вот к нему приходят спайки от других нейронов, то есть вот у каждого своего нейрона входящего, то есть прессинаптического, есть свой потенциал прессинаптический, вот они приходят, и вот эти спайки передаются определенными весами нейронов. Вот спайк пришел, потенциал повысился, потенциал повысился, спайкнулся, а потенциал сбрасывается. Еще один спайк пришел, не спайкнулись, потому что не пересекли порог. Спайк пришел, ничего не приходило, общаемся и так далее. И вот таким вот образом можно замоделировать фактически любые нейроны, используя модели как некие базовые блоки. Например, в тех же нейронных сетях как революционных, любимые резнеты, у вас на есть резнетовские блоки, серезнетовские, серезнетовские, серезнекстовские, что там еще больше всего. И это все просто берется и соединяется. Вам все равно, что у вас непотребственно происходит внутри, вам важно только то, как они друг с другом общаются, то, как они передают, то, каким интерфейсом они взаимодействуют. В качестве примера рассмотрим такой очень простой триплет из трех нейронов. То есть вот у вас есть два нейрона, они соединены с третьим, и что у них происходит? То есть вот первые два нейрона спайкаются. Левый один спайк отправил по времени, второй нейрон отправил два спайка. То есть вот они прошли через синапс, и синапс, в свою очередь, создает некий синапс-респонс. Это то, как у вас изменяется потенциал в зависимости от пришедшего спайка и прошедшего времени. То есть вот пришел спайк от левого нейрона, прошел через синапс, под синапс-респонс небольшой. От левого у вас два респонса, потому что у вас, соответственно, и вес больше с правым нейроном. Вот у вас пришел спайк, вот у вас пришли вот эти два одновременно постсинаптических респонсов или постсинаптических ответов при синаптических. И они пришли, повысили потенциал нашего целевого нейрона вот таким вот образом. Потенциал повышен, это функция потенциала от времени. Если посмотрим уже непосредственно, уже включим активацию, увидим то, что оп, а в этом моменте у нас потенциал пересекает нашу пороговое некое значение спайкинга, он спайкается и приходит рефракторный период, когда у вас потенциал сильно падает и со временем он опять восстановится. Выглядит все очень просто и фактически все, что вам необходимо изменять в зависимости от разных видов моделей, это то, как у вас работает нейрон. То есть, как вы уже проходили, у вас там есть этих моделей нейронов, которые учитывают различные виды каналов, которые учитывают или не учитывают рефракторный период, то есть, например, тоже Ичкевич или Ликия, Integrated Fire, который может учитывать еще и внешние некие взаимодействия из протечку сигнала, он может учитывать концентрацию всего вокруг. И в зависимости от вашего интерфейса вы можете комбинировать с различными нейронами и даже различный тип смотреть, как они между собой общаются. А теперь вопрос. Отлично. Мы можем, собственно говоря, объединить нейроны в сеть, как они объедены, как они взаимодействуют, и у этого есть, безусловно, как плюсы, так и достатки подхода. Плюсы являются то, что, во-первых, эта модель фактически достаточно в определенной степени антостерверности физиологична. То есть, мы умеем замоделировать отдельный нейрон, значит, мы можем как-то замоделировать их сразу в больших количествах. Во-вторых, мы можем как угодно приближать уровень детальности. Потому что, опять же, мы можем заменять эти базовые блоки на более сложные базовые, на более сложные типы нейронов. Можем добавлять какую-то дополнительную функциональность, то есть, не знаю, придумать каким-то образом новые, добавить эти каналы калиевые или еще что-нибудь и так далее. И также мы видим параметры каждого отдельного нейрона. Мы видим, как они меняются. Мы можем добавлять некие мутации, то есть, например, блокировать определенные каналы, там, дофамина, если взять, в таком случае, будет активироваться. И все, что угодно, манипулировать. Но у них есть и недостатки. Во-первых, их очень сложно обучать. Потому что, опять же, если мы вспомним сети глубокого обучения, у нас в этом обучении замуж бэкпропа. Чудесное изобретение, фактически являются основой обучения. Здесь у нас этого нет. Потому что у нас не функция у нас спайки. Во-вторых, их медленно, банально считать. То есть, хорошо, вы можете посчитать там быстро один нейрон, который задан определенным дифференциальным уравнением как до вас этих нейронов 10, а 100, а 500. И если вспомните вторую домашнюю работу, то если в Роузе это все промоделирует с помощью дифференциальных уравнений, все считается просто вечностью. И это ждать невозможно. Здесь же ситуация, извините, здесь же ситуация в еще большей степени, потому что у вас не просто какие-то простые там изменения в паз, но у вас здесь может быть все очень комплексно происходить. Сразу изменения по нескольким переменам, по нескольким параметрам, и еще что-то у вас там есть, что-то на обходе, что-то на выход. Сложно, долго. Но это все окупается тем, что у вас модели достаточно физиологичны, и с их помощью можно моделировать реальные процессы, которые происходят в мозге. То есть, например, рассмотрим болезнь Долитсгеймера. Болезнь Долитсгеймера это, собственно говоря, заболевание, которое поражает у вас нервы, оно распространяется все сильнее и сильнее, потому что оно в основном возникает у людей прошлого возраста. То есть, как минимум, в основном, одни из самых ранних каких-то ситуаций это за 40, а в большинстве случаев и поскольку возраст среднего населения повышается с каждым годом все больше, то есть уже во многих странах с 80, а в России уже с 86, что я, в общем, много, если не ошибаюсь, то основная важность болезни повышается, потому что она все чаще возникает. И одной из причин ее является то, что у вас отмирают большое количество синапсов, то есть нейроны не могут общаться с собой. И теперь у нас вообще вопрос, а как непосредственно недостаток синапсов и их количество влияет на активность и на динамику сети. А давайте с вами возьмем обычную спайкинговую сеть, соединим с вами кучу нейронов и посмотрим, как у нас зависит частота спайкинга от синаптической плотности. И промоделируем непосредственно три ситуации. Первая ситуация, это когда у нас синапсов, синапсы все на месте, все не потеряно, мозг условно говорят да. Посмотрим, вот у вас такой частый относительно равномерный спайкинг, связи есть, и все средние силы. Вторая ситуация, это то, что у вас непосредственно потеря синапсов без гомеостазов, то есть без усиления связей отдельных оставшихся синапсов. И вот увидим, что у вас и в то же время и частота спайкинга активность стала гораздо реже. А теперь третья ситуация, что вот у вас синаптические связи теряются, но в то же время оставшиеся становятся гораздо сильнее. и в то же время изменяется не просто сама частота, но изменяется еще и паттерн активности. У вас нейроны становятся более патчетные, более плотными, а это ведет к таким когнитивным повреждениям, как, например, то, что у вас руки становятся, как у Паркинсона, руки начинают дергаться, вы не можете в нормальном пространстве ориентироваться, потому что вы не можете поддерживать интимную тоническую активность. И посмотрим на непосредственно сами графики потери синапсов и уровня потери синапсов и на активность, и вот она падает, и где-то уже даже практически на 30% у вас уже не остается никакой активности, что в одном, что во втором, что во всех случаях. Когда у вас нет активности, значит у вас нет передачи информации, нет передачи информации, нет немышления, ничего. И как следствие можно уже сделать свой вывод, что действительно вот даже 10% влияние потери синапсов очень сильно влияет на все активность. Также, как я уже упоминал, мы можем эти сети обучать. И вообще одной из особенностей мозга является то, что он обучается и адаптируется к окружающей действительности. И обучение сетей в принципе нам полезно в нескольких моментах. Во-первых, обучение наших спайкингов. Во-первых, мы можем их применять как обычные модели машин обучения. То есть, мы вместо сетей кубок обучения, вместо линейных моделей, прости господи, вместо СМ, мы можем брать и использовать спайкинговые сети, которые обладают рядом с их преимуществом. Во-вторых, мы можем посмотреть, насколько у нас хорошо эти сети обучаются, и соответственно, мы можем найти некие зависимости от структуры сети и уровня обучения, как это было, например, с антигеймером. Мы можем понять, является ли мозг, скажем, оптимальным методом обучения, оптимальной некой структурой для обучения уже может быть с помощью протезирования. Мы можем посмотреть, какие моменты, как влияют на эндоспособности и так далее. Ну и также, как уже говорил, некоторые заболевания, достаточно большие большие заболевания, они влияют непосредственно на способность обучаться. То есть вот, казалось бы, нейроны у вас находятся там на местах, но умирает симпс, умирает способность к обучению. И интересно посмотреть, как это можно промоделировать. Когда у вас есть рабочая модель, вы можете найти средства, как это можно исправить. Например, какие-нибудь лекарства. Или же это можно исправить с помощью стимуляции целенаправления, как это делается, и в принципе лучше пройти с паркинсоном. Опять же, обучение здесь у нейронов было рассмотрено у вас в предыдущей лекции. И немножко вам напомню, как это происходит. Самая первая простая схема – это правило ХЕБА. То есть именно у вас нейроны, которые одновременно активируются, одновременно спайкаются, между ними и усиливается связь. То есть увеличивается вес целенаправления. Как говорить про непосредственно спайки этой нейронной сети. Но у этой схемы есть недостаток. Первый недостаток заключается в том, что для того, чтобы у вас нейроны одновременно спайкались, должно сойтись звезды. То, что у вас этот процесс относительно стихотический, он относительно во времени сильно разрежен. И то, что у вас два нейрона одновременно активировались, это очень редкая ситуация. Соответственно, у вас что? Вообще никогда не будет изменения, практически никогда не изменения системы, сокрибут, но шумные. И для этого используется, для того, чтобы непосредственно учесть изменения во времени, и то, насколько вообще у вас когерент или же одновременно активны по клетке, используется так называемый спайк-депендент спайкинг-тайм-депендент пластистиру. А именно, когда у вас уровень изменения веса нейрона зависит от того, как во времени расположены два как раз спайка, как они активировались. И вот наиболее наглядно это показывает картинка. Возьмем с вами, вот у нас в случае нуля показано как раз время спайка, который должен быть после энергетики. В случае же, если у нас пресинапс активировался после, в котором хотя бы мы должны были активироваться, то есть до него, в случае связи. А вот у вас связь, соответственно, вес ее упадет. И чем дальше во времени, тем сильнее будет, тем слабее, точнее, наоборот, будет падать связь, то есть тем меньше будет абсолютное значение изменения. В случае, если у вас, наоборот, пресинаптические нейроны активировались раньше, связь у вас будет усиливаться. И чем больше, чем когерентнее, чем ближе во время они активировались, тем сильнее у вас будет непонятное изменение в этой связи. То есть если вы активируете два нейрона почти одновременно, все. Плюс мы сильно увеличим связь. В случае, если у вас они, наоборот, активируются не одновременно, там непонятно, что он больше разбросит во времени, то здесь уже у вас либо силы связи изменения нет, либо ноги очень слабые. Тут вообще, смотреть на эту схему, у нее есть некая фундаментальная проблема. Здесь непонятно, на что обучаться. То есть вот, да, вы там как-то активируетесь, а как тогда обучаться непосредственно как классическим методом. То, что у вас там есть некий паттерн, мы проверяем, насколько все, что вы предсказали, что вы активируете, соответствует реальности. И вот здесь с этим проблема. У нейронов нет, к сожалению, bad propagation. Соответственно, вы не можете эти все ваши функции чудесные прокинуть. И в живом мозге, в голове у нас тоже bad propagation. Но у нас есть такая чудесная система, которую знают все, кто изучал рефорсмент лернинг. У нас есть система наград. И мозг наш обучается фактически таким образом отчасти. У вас есть вот этот ваш некий, как сказать, достоверность того, насколько у вас два нейрона хорошо активируются. То есть некая функция достоверности. Она считается фактически с помощью SDP, который у вас показан в следующем слайде. И также у вас есть некая награда за то, что вот эти два нейрона у вас активируются. Насколько вообще союз нужно изменить. И вот в качестве примера мы рассмотрим вот такую ситуацию. Вот у вас окошечко. И вот у вас здесь на первом функции функция, как раз на первой столичке функция достоверности. На второй как раз сигнал награды. На третье изменение синаптического веса. Точнее, я знал синаптический вес. Вот в первой ситуации два нейрона у вас спайкнулись. Они на малом расстоянии находятся. У вас постсинаптический спайкнулся. После, на небольшом времени, при. Вот у вас функция достоверности выросла довольно сильным. Во втором окошечке у вас, наоборот, постнейрон, наоборот, спайкнулся до пренейрона. И уже функция достоверности, наоборот, начинает падать. Но функция награды в определенном месте у вас появилась, уже стала ненулем. И, соответственно, синаптический вес, вот за счет вот этого как раз того, что у вас достоверность была набрана за счет хорошего спайкнга в начале, тоже начинает расти. И выражается это очень просто. То есть вот вы считаете некую функцию достоверности, и домножаете ее на награду. Довольно просто звучит. В случае же, если вы хотите… И здесь есть одна проблема. В случае же, если вы хотите обучить вашу сеть, то вам нужно таким образом еще смачить ваши шаблоны, которые активируются после, с вашими непосредственно стимулами. И отчасти это получается не какая-то задача о семи супервайст-лернингах практически, потому что у вас нету лейблов, у вас нету ноликов-единичек, у вас есть просто некие шаблоны, которыми вы стимулируете вашу сеть. И вообще, когда у нас есть вот эти наши спакинговые сети, они страдают от тех же проблем, что и любые методы машинного обучения. Они могут, во-первых, без проблем хорошо обучиться. Например, здесь посмотрим, вот у нас есть некий паттерн, эти три точечки в самом начале, которые являются цельными нашего шаблона. Вот у вас сеть взяла и хорошо обучилась, получила некую там свою уровень точности 80%. Она может, наоборот, недообучиться. И, как следствие, вообще никогда не спайкаться от случаев B. Какой вы шаблон вы не подавали, вы не получите, и вообще никакой активности. У вас весов нет, синонсов нет, все мертво и умереть не может. Также вы можете, наоборот, переобучиться. В данном случае, когда у вас веса, наоборот, очень сильно выросли, и в ассети активируются на абсолютно любой паттерн, который вам приходит. И, соответственно, у вас всегда все единички. Также вы можете взять и неверно обучиться. Потому что у вас там взяли, какие-нибудь веса перескочили, и все стало очень плохо, все выучили какой-то шум. Потому что, например, в случае SDP, у вас, если небольшая разница, вы там спайкли чуть-чуть до момента, у вас, наоборот, вес сильно изменится. Или же, наоборот, изменится сильно в одну сторону, даже если у вас не тот знак, который вам нужен. И вообще, когда мы обучили с вами спайкинговую сеть, мы можем с вами проверять уже не просто некие простые гипотезы, относительно простые, как в случае Альцгеймера, то, что вот у нас там есть определенная зависимость частоты спайкинга под число синапсов, но и более сложных. Например, то, как у нас формируется память. Вообще считается, что у вас ассоциативная память трансформируется не только, а зависит от того, сколько, какие нейроны, но и то, какие между собой нейроны связываются в памяти. И исследователи в одной из работ проверили такую простую гипотезу, поставили. А давайте попробуем обучить с вами нейроны так, чтобы их память и их непосредственные синапсы соответствовали нашим неким стимулам, которым мы подаем. Например, мы будем обучать их просто на месте, обучать их, распознавать цифры 0, 1, 2 и так далее. Давайте это сделаем. Следователи взяли, обучили и получили вот такой вот ответ. Собственно говоря, то, что вы нашли, то, что сеть у них получила такие как раз паттерны. То есть, во-первых, вот нолик есть, так похож на 0, единичка тоже, такая вот вертикальная полоса, тройка, четверка, стрёмная, но все же. И так далее. И, в общем, взяла и все эти, по всему, обучила. И такой еще любопытный, на самом деле, был очень фактор, то, что у них получилось добавлять некие, если можно сказать, ложные воспоминания. Они могли изменять, то, что говоря, добавлять таким образом топологию, то, что, кстати, у них это обучало топологический класс. Это говорит о том, что если бы мы умели манипулировать непосредственно на уровне аксонов и уровне синапсов, то было бы гораздо проще сознавать, пусть даже такую простую ложную память, вроде запоминания цифр и определенных паттернов. Но можно было бы... Второй пример. Вообще, если посмотреть на эту задачу в случае памяти, видим такой любопытный концепт. У вас активируются далеко не все ячейки, все синапсы, все нейроны. И, соответственно, они даже не считаются. И можно увидеть то, что спайкинговая сеть обладает, как и реальный мозг, с интересной особенностью. С интересной особенностью той, что они разрежены в активности и во времени. И, например, то, что у вас в единого нет времени, у вас активировано, а временно там очень малый процент нейронов. Если вспомнить все эти мемы, то, что было бы, если бы у нас мозг работал менее 3% ампутации, то, на самом деле, будет плохо, потому что как раз этот свойство разреженности, оно, во-первых, позволяет очень плотно кодировать информацию, то, что у вас получено. Как у вас было рассказано в одной из предыдущих лекций, но, как ни странно, вот этот спайкинг и кодинг из-за счета плотности большой – это хорошо. Во-вторых, он позволяет быть очень энергиоэффективным, что у вас мозг и так потребляет около 20% всей энергии, потребляемой телом, но, представьте, если бы он еще сильнее требовал бы пищи, то, чтобы целый день на шоколадке кипятить ели. И вот это свойство, на самом деле, разреженности, оно позволяет, во-первых, разрабатывать еще и дополнительные некие исследования в железе, которые дают большой прирост и большую эффективность. Вот все то, что я рассказывал, все это обучение, паттерны, давайте сами, там, льорды, это все очень похоже на все наши сети глубокого обучения, потому что я даже нескоро вспоминал, но между ними есть несколько очень важных концептуальных различий. Во-первых, концептуальные различия, то, что у вас сети глубокого обучения, они пользуются, соответственно, этими плотами, то есть числыми дробными, с повышенной точкой, в случае инктуриата, а в случае входа и выхода. Да, безусловно, есть исключения, где вы там уже квантизируете, бенализируете, но все же. В большинстве случаев вы пользуетесь обычными, в случае всех чисел, в случае всех значений, параметров и так далее. Когда используем спайкинговые сети, у вас единственным параметром, то есть единственной, единственной передачи информации являются спайки. Но, естественно, дополнительное временное разрешение, то есть у вас, вам не просто важно, что у вас спайк пришел, важно только, когда он пришел. И это изменяет, во-первых, обучение, то есть добавляет вам один из моментов, то что у вас награда в случае спайкинговых сетей отложена в время. То есть то, с чем приходится как-то решать в случае рефорсмент-хьюринга, когда вы награду можете получить не прямо сейчас, а когда-нибудь далеко, она есть в случае обучения спайкинговых сетей. А в случае же DNA, все глоковые обучения, зачастую награды почти всегда получаются. Прогнали ваш батч, посчитали в основном и сделали встал. Ну, там, если кажется, без накопления градиентов. Второе, точнее, третье уже, это то, что у вас в случае в случае сетей блоков обучения у вас все должно быть дифференцировано. То есть у вас там функция патет дифференцируемая, все эти блоки дифференцируемые. С одной стороны, это огромная гибкость, взяли их там, заменяли, все что угодно сделали, главное, чтобы можно было почитать производное. Но с другой стороны, в случае СНН этого нет. В случае мозга этого нет. Как следствие, приходится очень сильно придумывать, как это все вообще обучать, потому что без бэкфреклобейшна все-таки очень грустно. И есть даже реализация пара, на самом деле, для спайкинговых сетей, но они очень сложные, и они, к сожалению, всегда хорошо работают. А в конце я добавил пару ссылок на это, если вы хотите прочитать, то прочитайте и начинайте, как все сделано. Ну, собственно говоря, на такой грустной ноте немножко оказывает, мы сейчас оказываемся на минорном настроении, вообще, зачем нам нужны спайкинговые сети? Вот, оказывается, у них там нету ни бэк пропагейшна, они там долго считаются, все ужасно. Зачем нам нужны кроме моделирования полезной? Во-первых, мы можем моделировать всю электрофизиологию. То есть, если мы не будем хотеть использовать такие выскуриванные модели, как я рассказывал на одной с лекцией, когда мы хотим смотреть непосредственно на каждую клетку в отдельности, то, как они связаны, как все передается и, соответственно, моделировать болезни те же самые, мы хотим воспользоваться спайкинговой сети. Потому что мы можем получить абсолютно все, что описывает отдельный нейрон, все состояния, все синапсы, все. А во-вторых, спайкинговые сети нам нужны для изучения того, как у нас связаны логики. То есть, во-первых, мы можем изучить те же самые механизмы пруминга, добавления сетей, добавления новых связей и так далее. Для того же нейрогеназа. То есть, опять же, является одной из проблем посттравматического восстановления является то, что у вас ткань скарифицируется. Заключается в том, что у вас отворождены нейроны для того, чтобы максимально быстро восстановиться. У вас все это зарастает не нейронами, а той же глией. И это плохо, потому что глией у вас, у нее гораздо меньше функциональная нагрузка и функциональная возможность по сравнению с нейронами. Например, это является одним из препятствий, для того же натуролинк и вообще иноплантирующих нейрогов, смотря на то, что у вас там скарифицируют. А теперь вопрос, а как вы можете взять и все это поворачивать сами вместо того? Или же для протезирования. Вы хотели взять и положить специальную сеточку искусственную нейронов для того, чтобы не включились в работу сети и у вас там память нужна? А третий момент это обучение. То есть, как уже сказал, у нас есть особенности обучения спайкинговой сети, которые есть и у других алгоритмов машинного обучения, например, у reinforcement learning. То есть алгоритмы могут быть похожи. если получится нам хорошо обучить наши спайкинговые сети, получая вдохновение от природы и от человека, то, возможно, мы можем это адаптировать для RL, и у нас в Dota уже будет играть не 100 с лишним кластеров, а наш и вперед работать со всем этим. То есть они могут служить больше вдохновения или же использовать других алгоритмов. Какие применения уже есть даже сейчас? Во-первых, сейчас есть такие применения, как в мобильных девайсах. То есть опять же все спайкинговые сети, непосредственно чипы, построенные на спайкинговых сетях и учислениях, они очень энергиоэффективны. Они потребляют малой энергии, соответственно, это очень интересно в IOT-ах, то есть в интернете вещей или же в мобильных устройствах. То есть у вас лежит телефон, у меня за уже день активного использования разряжается, если не меньше, и хочется как-то это понизить. Хочется разряжать не раз в день, а раз в неделю. Лишь для устройств, которые глубоко в тайге стоят и измеряют погоду. Не хочется тратить энергию, желательно сделать их как можно более энергоэффективным. Во-вторых, это для самих искусственных нейронных сетей. Потому что если спайкинг в сети когда-нибудь будет революция, потому что люди и умные как-то все-таки начинают потихоньку поджимать, то вдруг будет революция и они окажутся лучшими в плане обучения и выполнения всех задач машинного обучения. И третий момент это очень важный случай протезирования. Потому что когда у вас есть протезы, вам необходимо каким-то образом соединять некоторое устройство, которое либо обрабатывает сигналы поступающие извне, сформирует их отправлять обратно. То есть вам необходимо получить сигнал, произвести ленд-кодинг, ленд-кодинг отправить обратно. И это приходится делать в том, что мы фактически работаем сейчас в неком самом базисе цифровом. И в случае если мы уже придумаем каким-то образом это все добавлять в чипы и каким-то образом чипы могут работать и обрабатывать всю эту информацию, мы можем полностью убрать ленд-кодинга и ленд-кодинга, потому что они не нужны. базис у вас тот же самый. В последствии вы можете брать, вживлять те же чипы и работать, руки делать те же же самые, руки, музыку транслировать. Это, конечно, дела будущего, но все же. И для этого красно-насценок очень хороши, потому что вы сразу работаете с тем же самым единицей на системах, что работает реальная дуэкерская система со спайками. И уже реализация этих спайкинга сетей есть непосредственно в мемристерах. Это фактически те же самые резисторы, только с определенным памяти. Здесь показана картинка, у вас есть синапс, у которого есть периснаптические, полиснаптические, рецепторы, и мемристер практически тоже самое. Есть синапс, полиснапс, и между ними некая сетина, которая должна ассимулировать синапс. И вот это уже все реализовали в железе нескольких компаний. Первая компания ARM совместимые, которые по идее должны моделировать талант. Это уже разработка 3-4, и они потихоньку продвигают технологии. Вторая разработка это непосредственно TrueNorth. Они в основном напирают, и в основном одним из таких концептов является потрясающая энергоэффективность, то, что у них 5,5 миллиардов транзисторов, которые употребляют какие-то копейки, буквально на 100 раз меньше энергии по сравнению с процессором. И да, можно сказать, что вы считаете чуть хуже, чем в этом. Вы считаете чуть хуже, но в то же время мы считаем гораздо меньше энергии сотраты. То есть мы можем взять и вставлять куда угодно и сохранить энергию. Тем более экология и все спильно модно. И третий момент, что уже воплошем железе, это Brain Scales. Действительно недавняя разработка. И как раз они опирают на то, на свойства пластичности. Потому что у вас не просто транзисторы с жестко вшитыми между собой связями, эти связи могут меняться. Как следствие, у вас вся концепция вычислений тоже меняется. не просто запоминаете что-то, но вы можете брать и ваши все алгоритмы обучения класят напрямую на железо. И не нужно будет заказывать все эти платы с вшитыми в нее алгоритмами и структурами, а просто берете некую обобщенную платформу и пользуетесь ей сколько угодно она быстро и хорошо. Какие же выводы можете сделать над темой пакетинговой сетей? Во-первых, у вас есть фактически два вида связи между нейронами, то есть возбуждающие и термозящие, которые, несмотря на всего два момента, они организуются в очень такие богатые и комплексные виды паттернов и мотивов. Во-вторых, все нейроны организованы в сложной сети с высоким уровнем специализации, особенно у приматов и вообще у людей. Хотя несмотря на это мы находим шаблоны простые везде, буквально из 50 нейронов. Во-вторых, мы это все можем симулировать, потому что спайки двух пионов сетей с определенным уровнем достоверности. Мы можем симулировать спайки, можем симулировать потенциалы и сам процесс обучения. И, соответственно, когда мы обучили эти спайки, они могут выполнять те же самые задачи, как и машину обучения. ДНФ там чуть похуже, но все же они способны это делать. И, как следствие, мы же можем выжить достаточно высокоглиативный процесс изучения. Соответственно, домашним заданием вас будет потом выдано. Вам нужно будет взять и написать свою реализовательную спайкинку нейронную сеть. нужно будет непосредственно ее обучить в двух манерах, в том же самом деле CDP и с помощью некого алгоритма сперва стерлинга, это шутка, и также запускать ее с различными параметрами и посмотреть, как будет. Соответственно, дополнительного чтения на эту тему довольно много. Есть, как и по динамике всех детей, и также по темам обучения. Также вы можете посмотреть здесь жирную статью, там написано, как реализован весь в спайкинговых сетях. На этом данная лекция заканчивается. Вопросы хотите ли что-нибудь вам непонятно, задавайте. Ладно, молчание это хорошо, а тогда будем считать, что всем все понятно. Наверное, заканчиваем, можем сходиться, всем большое спасибо. До выхода. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok